В одном из наших недавних видео мы показывали, каким образом шитый полиэтилен ведет себя при перегреве. Мы проводили несложный эксперимент, брали короткие отрезки трубы и помещали их в духовой шкаф при температуре 180 градусов Цельсия. Соответственно, шитый полиэтилен при этом не усаживается, а полиэтилен термостабилизированный или обычный полиэтилен становится плоским, то есть свою форму теряет. И вот нам в руки попал образец трубы, в маркировке которой указано как раз-таки шитый полиэтилен во внутреннем слое, алюминиевый слой армирующий и полиэтилен в наружном слое. То есть на срезе труба выглядит следующим образом. Мы проводили аналогичный тест и посмотрите, каким образом себя повел внутренний слой из якобы шитого полиэтилена. То есть он форму потерял и оплыл. Рядом с ним образцы трубы, у которых внутренний слой из шитого полиэтилена действительно, и он себя аналогичным образом, естественно, не повел. То есть возникло сомнение относительно того, что этот полиэтилен действительно сшитый. Кроме того, есть сомнения и по поводу геометрии трубы. В маркировке у нас указан наружный слой 16,2 мм. Давайте это проверим. Мы возьмем штангенциркуль, он у нас выведен в ноль, и мы замеряем наружный диаметр трубы. Получаем 16,11 мм. 16,08, 16,1. Делать это нужно обязательно в нескольких местах. Соответственно, здесь тоже не соответствует. Даже 0,1 мм меньше заявленного диаметра, это уже по сути нарушение норматива. Также мы проводили изомер толщины стенок. Она не соответствует опять-таки заявленной. Здесь указано 2,6 мм. По факту она доходила до 3,1 мм. То есть по сути все характеристики, указанные в маркировке трубы, реалиям не соответствуют. Мы просто в очередной раз хотим напомнить о том, что при покупке материалов нужно быть очень внимательным. И проверять то, что написано на трубе, и насколько оно соответствует реалиям, чтобы не попасть в просаг.